Всем привет! Сегодня мы находимся у меня дома с Павлом. Это Павел, это я. И сегодня мы делаем очень занятное и необычное видео. Мы вступили в конфронтацию с Павлом по поводу того, как во время записи акустической гитары должен располагаться микрофон. Конденсаторный микрофон с диаграммой. Какая диаграмма? Такая какая-то. В частности мы говорим о микрофоне Роде НТ-1А или НТ-А1. НТ-1А. Учим отчасти. Для этого мы пригласили гитариста, очень хорошего гитариста. С очень интересным инструментом. Да, сегодня он расскажет вам о своем инструменте и будет ласкать ваши уши произведениями, сюитами. Да, а мы с Пашей будем двигать микрофоны и сравнивать со звучанием. Будем двигать один микрофон, именно конденсаторный. Как он будет принимать всю эту красоту с разных точек. А теперь, Паш, уходи отсюда. Давай позовем нашего музыканта-гитариста. Проходи. Меня зовут Илья. Привет, Илья! Привет, Илья! У меня сегодня в руках мастерный инструмент. Называется Гран-гитара. Гран-гитара. Переводится на русский как гитара российская акустически новая. Те, кто ее создавали, они находятся с Урала. Была она разработана примерно в 80-х годах. Сегодня у нас 2015-й, некоторые такие инструменты остались все еще. Это гитара шестиструнная. У нее шесть струн нейлоновых находится чуть выше, чем шесть струн железных, которые находятся под нейлоновыми, собственно, струнами. Вся фишка интересная заключается в том, что играя на нейлоновых струнах, железные тоже немножечко так задают звучание, резонируют. А при более жестком ударе или при более глубоком щипке, так сказать, можно задевать и железные тоже струны и создается такой интересный эффект. Эффект ревера. Или такой эффект, как будто бы какой-то есть у нее эффект, в общем. Микрофон Роди НТ-1А. Вот он, мой любимый. Находится у нас недалеко от головы, от пера гитары. Вот он. И снимает он, так сказать, приблизительно вот такую картину мира. Что касается микрофона Shuri из 7-58, он направлен у нас в бездну. Микрофон Роди НТ-1А. Микрофон Роди НТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Павел! Павел! Ой! Ой! Что был и Павел делает у меня дома? Об этом мы расскажем в следующем. Расскажите мне, куда мы ставим микрофон дальше. По-вашему, вы имеете? Примерно в метре в двух от гитары. Прямо передо мной ставим. Давай поставим. То есть мы получим больше звука самого инструмента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Павел! Антон! Павел! Антон! Что? Что, Павел? Что, Антон? Также еще есть один из вариантов. Это поставить микрофон в самый дальний угол комнаты, развернуть его в сторону стены и ловить как бы отражение. Но это заморочек, не знаю, у нас получится. А давай попробуем. То есть как вариант можем попробовать. Но есть такое понятие, что звук гуляет по комнате. Мы можем поймать этот звук. То есть основной звук у нас в любом случае снимается с СМ-58. То есть как ни крути, у нас в любом случае будет звук чистый, да, с него. А комнату мы хотим получить некое большее пространство звуку снять с конденсата. Поэтому попробуем его направить именно в угол. Звук гуляет. Звук гуляет. Собственно, к чему ведем? К тому, что в ближайшее время у нас будет новый мастер-класс, мы об этом сообщим в ближайшее время, следите за новостями. По теме домашней студии, практически один в один, мы можем поделиться опытом, как можно сделать студию в домашних условиях. И записывать гитару и другие инструменты так и даже лучше. Да, и отдельно уделим внимание многим вопросам, то есть микрофоны, мониторы, как бы софт, как бы... What the fuck?! Да, то есть какие мониторы использовать дома для тех или иных... А какие мониторы использовать лучше на природе? Ну... У костра. Ну, напрямую... На природе у костра. Сейчас спешу напомнить, что каждый мастер-класс, абсолютно каждый мастер-класс у нас здесь уникальная акция, когда все пришедшие получают скидку 10% на все, что они видят в магазине. Поэтому предположим, предположим, если вы хотите себе домой отличные мониторчики Yamaha KS8, в этот день сможет приобрести их со скидкой 10%. Учитывая, что мониторы – это не самое дешевое удовольствие, я думаю, это достаточно приятная скидочка-то. Ждем вас на мастер-класс, ждем ваших вопросов... Ждем... Вопросов. Субтитры сделал DimaTorzok